тут находятся украшения и в общем все тот что вы можете поместить запасы как бы свой рюкзак животных там и прочее прочее не все можно поместить запасы например если навести навредителя кнопку запасы и попытаться поместить то у вас ничего нет не получится также будет с некоторыми постройками и декорациями если что-то не помещается в запас но она вам мешает вы можете его продать 3 кнопка это наборы наборы можно обменивать на разные ресурсы еду животных элементы набора их всегда пять штук элементы набора вы получаете выполняя серию каких-то действий например набор уборщика этот набор элемент этого набора вы получите если будете убирать заросли с участка или своего или соседей за уборку участка получим это набора который вы можете обменять на камни камни нужны для постройки зданий куриный набор и его элементы вы получите если будете кормить куриц своих этот набор вы можете обменять на яйцо я и из яйца можно делать еду можно делать золотое яйцо которое нужно для некоторых квестов также тут есть некоторый набор который можно иметь на опыт например набор добрососедства набор панды что в принципе аналогичный набор добрососедства просто называется немного по-другому а так его элементы тоже выпадают если вы помогаете соседям по участкам например там собираете им овощи оживляете овощи кормите животных и вот набор птицевода который вы можете обменять на 5 гусей также есть наборы которые можно иметь на быков на свиней на коз есть наборы которые можно иметь на карты карты нужны для расширения вашего участка вначале ваш участок небольшого размера буквально 16 на 16 или 17 на 17 но постепенно вы его можете расширять как это делается наводите курсор на вот эту линию на которой написано расширить до 18 на 18 нажимаете на нее тут вам усвечивается условия для его расширения а именно вам нужно собрать 5 грамот и у вас должно быть на счету 2500 золота вот видите 2500 золота у нас уже есть тут стоит галочка значит эти условия уже выполнены нам еще нужно 3 грамоты 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 можно купить за самоцветы вот именно за три штуки или попросить у соседей раз два три и через время не сразу через время как соседи увидят вашу просьбу а именно вот в этой почте я показывал вот тут вот в этой вкладке если вы увидите эту просьбу нажмут помочь вам придет три карты и вы сможете расширить участок каждый день заходя в игру вы получаете несколько возможностей запросов к соседям обычно это 4 запроса бесплатных в сутки если вы заходите каждый час игру то вы можете выполнять по одному запросу если чаще чем раз в час то вам придется ждать пока истечет ровно час по прошествии прошлого запроса если вы например делаете запросы раз в пять часов то по истечении например 5 часов вы сможете сделать не один а два запроса по истечении десяти часов сможете сделать три запроса вот что еще можно рассказать да старайтесь свои постройки строить вот в этом месте участка то есть это левый верхний угол вы даже можете посмотреть что так делают много соседей вот видите левый верхний угол для чего это сделано это чтобы ваши постройки не заграждали вам участок потому что если постройка заграждает участок то вы просто не увидите что находится за постройкой а там могут находиться заросли разные которые будут засорять ваш участок так то может быть вредители какие-то вот фруктовые деревья тоже старайтесь сделать вот как у этого соседа то есть ставьте их в правый верхний угол это тоже делается для того чтобы деревья вам не заграждали участок потому что они очень высокие и то что находится за деревом оно вам не видно но если дерево будет стоять вот тут то вы легко будете видеть что находится перед деревом а это место которое дерево как бы заграждает оно просто недоступно вам и там ничего не растет и не может расти поэтому все равно что это место заграждает дерево все равно это место вам недоступно животных да я тоже советую вам ставить животных вот как этот сосед делает то есть это правый нижний угол именно в этом углу удобнее всего размещать животных кормить их как вам таки соседям многие соседи заходя на участки других соседей уже машинально знают в какое место в каком месте участка смотреть животных потому что ну наверное 70% игроков если не больше ставят своих животных именно в это место поэтому я бы вам советовал тоже ставить животных в это место не быть оригинальным конечно вы можете поставить животных куда хотите хоть тут хоть тут вообще делать что хотите но это просто это просто будет удобнее вам и соседям соседи будут знать где находятся животные быстрее быстрее их находить быстрее вам помогать дальше разберемся с остальными кнопками кнопка достижения достижения вы получаете тоже выполняя какие-то действия например например достижение оживитель то есть если вы будете оживлять растения у соседей и оживите вот тут написано 100 растений вам дадут 6 и вам дадут 5 очков вот за если вы соберете 100 очков вам дадут вот этот подарок золотая рыбка аквариум он раз по-моему в сутки или двое будет давать вам две единички бесплатной энергии вот выполнить это достижение тут выставится другое достижения есть разные зарубку деревьев например шашлычник то есть за сбор шашлыка с мангала шмель за сбор прибыли соседских улей гости за посещение соседей в общем почти на каждой действии в игре есть какое-то свое достижение здесь находится карта вот тут высвечивается четыре разных участка вначале вы играете вот на этом участке по мере прохождения квестов которые находятся в левом углу по мере прохождения квестов и